Как укреплять суставы и связки Здоровые суставы и связки Залог долголетия любого спортсмена Соответственно, о профилактике их заболеваний необходимо знать все Эти знания позволят избежать различных травм Зачастую возникающих у атлетов, которые тренируясь, выдерживают физические нагрузки, различные тяжести В будущем такие травмы чреваты хроническими заболеваниями, влияющими на снижение спортивных результатов Есть способы, позволяющие предотвратить травмы, а также вылечить уже приобретенные Для этого необходимо воспользоваться специальными препаратами, способствующими укреплению связок и суставов Начиная их принимать, стоит уточнить, каково же предназначение и функции суставов и связок Суставами называют хрящевую ткань, состоящую из синавиальной жидкости, выполняющей полость суставной сумки Основная их функция – обеспечение плавных движений частей тела Связки – это ткани, служащие для соединения костей между собой Какие же существуют методы, способствующие укреплению связок и суставов? Эффективно поддержать их здоровье можно, если своевременно проводить профилактические мероприятия По предотвращению последствий, возникающих при больших физических нагрузках Лечение обычно протекает сложно Для восстановления необходимо время И зачастую, чтобы восстановить их нормальное функционирование, требуется хирургическое вмешательство Периодически профилактические меры позволят надолго сохранить работоспособность связок и суставов Что, безусловно, повлияет на спортивные достижения Профилактика включает в себя проведение разминки до начала тренировок и использование укрепляющих добавок В настоящее время, зарекомендовавшими и приносящими наибольший эффект добавками является хондроитин сульфат Его вырабатывает хрящевая ткань сустава Является компонентом синавиальной жидкости Глюкозамин сульфат Компонент, входящий в хондроитин сульфат Его нехватка синавиальной жидкости вызывает дефицит хондроитина Это снижает ее качество и появляется хруст при движении В связи с этим, в добавках почти всегда содержатся такие компоненты, как хондроитин и глюкозамин сульфат Коллаген является основным компонентом соединительных тканей. Он оказывает благотворное влияние на кожу. Кальций и витамин D чаще всего принимают их одновременно, так как последний способствует быстрому усвоению кальция. Нехватка витамина D провоцирует воспалительный процесс и различные виды расстройств. Помимо перечисленных основных компонентов, добавки, способствующие укреплению связок и суставов, могут содержать метилсульфинометал. Служит лишь для уменьшения болезненных ощущений и воспалений. Он никак не сказывается на процессе восстановления жиры, омега-3, позволяющие улучшить функцию подвижности сустава и улучшающий восстановительный процесс. Они также облегчают боли. Акурий хрящ, довольно часто используемый в добавках, одновременно содержит коллаген, кальций и глюкозамин. Но более эффективным использование данных компонентов будет, если применять их по отдельности. Витамины В, С и Е и минералы несущественно воздействуют на восстановительный процесс. Мероприятия, позволяющие укрепить связки и суставы, следует проводить от 2 до 3 раз в год, в течение 1 либо 3 месяцев. Продолжительность курса зависит от нагрузки и состояния пациента. Эти мероприятия обязательно должны включать применение препаратов с хондроитином, глюкозамин, сульфатом. Не лишним будет использование омега-3, коллагена, витаминов и минералов. Можно применять комбинацию вышеперечисленных компонентов, подобрав конкретно для себя оптимальный профилактический курс. Глюкозамин, сульфат и хондроитин необходимо принимать в течение месяца, чтобы ощутить их действия, так как они обладают кумулятивными свойствами. Если связки и суставы находятся в запущенном состоянии, необходимы не только добавки, но и специальные гимнастические упражнения. Также стоит временно ограничить нагрузки на больные суставы и связки. Будьте уверены, все получится. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok